привет я как бы когда стал заниматься экспериментами с нормами высева именно искать прощупывать пределы я не знал насколько можно опуститься насколько примеру можно сеять меньше потому что я тоже скептически относился к этому вопросу к норме высева потому что для меня так же как может быть для многих из вас пшеница являлась культурой которая яровая пшеница который не кустится но были некоторые года особенно влажные когда мы допустим сеяли 5 миллионов в раннюю фазу у нас было все и питание и осадки плохое погодные условия и я понимал что это норма высева она проигрывает потому что пшеница кустилась и этих этих лет у нас было немного может быть пара всего но они позволили мне как бы сделать шаг к уменьшению нормы во вся хотя бы в опытах и и почему почему эта теория возникла это потому что должны понимать что когда мы создаем конкуренцию посевах или когда наоборот разряжаем ее когда расслабляем растения у нас есть один эффект и другой или когда мы держим норму более оптимальной потому что растение нельзя расслаблять настолько вот в наших условиях почему потому что здесь у нас могут быть разные эффекты расскажу об одном из них когда мы создаем конкуренцию конкуренцию когда мы создаем конкуренцию у нас смотрите что получается мы посеяли допустим 5 миллионов это норма может полировой пшеницы она может быть успешной если год сложится может быть не успешно но иногда мы этого просто можем не узнать мы можем внести достаточно удобрений получить мощную агитативную массу я даже наверное расскажу по всем этапам допустим и внесли удобрения 250 килограмм селитра аммиачной посеяли 5 миллионов штук на гектар у нас весна влажная пошли осадки тепло пшеница кустится дает до 4 стеблей это на самом деле страшно потому что здесь ты понимаешь что конкуренция конкуренция рождается мощная конкуренция растения не знают что будет завтра не пытаются раскрыть свой потенциал где предел этого потенциала не тоже не знаю поэтому кущение может 4 быть и 5 зависимости от погоды от погодных условий почвенных условий которые у вас данный момент складывается дальше ситуация уже плачевная когда вы получаете когда у вас уже середина медитационного периода растение потратили энергию на то чтобы сформировать стебли потратили энергию на конкуренцию и они начинают вытягиваться стебли тонкие то здесь тоже есть свой такой вот эффект это же все тратится начинается как бы середина вегетации когда растение начинает отбрасывать стебли начинают отбрасывать нижний ярус листьев средний ярус листьев некоторые доходят до того что верхний отбрасывает остается только колос и ты понимаешь что у тебя мощная вегетативная масса то соломы много а вот какой же у тебя будет урожай и чаще всего естественно у тебя посев может выглядеть на 70 центнеров а урожайность у тебя будет 40 то есть здесь ты проигрываешь ты энергию потратил неправильно и важную роль здесь сыграла норма высева важную роль важную роль потому что какой-то период растение расслабились а потом не справились с теми трудностями которые у них возникли это кстати можно перенести на людей типичный поэтому все логично все логично многие вещи которые происходят с нами можно перенести на растение и вот получилось вот так это вот один момент теперь другой момент когда мы расслабляем растение когда мы допустим слишком низко но слишком низкая норма слишком низкая норма я сейчас беру пшеницу яровую потому что по гороху там немножко другая ситуация она тоже интересная пшеница яровая прикол в том что допустим я посеял шестьсот пятьдесят тысяч есть люди которые сеют меньше конечно все зависит от сорта но здесь какая ситуация бывает растение расслаблены длительно расслаблены кустятся допустим шесть семь восемь десять стеблей но получается так что момент кущения энергии корневой питания хватает может быть даже в доформирование колоса хватает энергии но вот когда наступает кризисные моменты именно когда уже начинает формироваться урожай ты понимаешь что растению не хватает вот этой корневой массы на то чтобы прокормить вегетативную массу здесь такая же ситуация но потому что вегетативная масса слишком мощная она тоже мощная а корневая масса слабая то есть за счет чего за счет того что площадь питания если особенно это широкие междуряди она не освоена допустим как можно это сделать освоив ей миду густотой нормы весел погуще если посеять и получается что мы получаем колос где более 60 сформировано зерен озер на тени выполнены у них немножечко низкая масса тысяч то есть здесь немножко такой обратный процесс вроде бы нелогично до масса тысячи должна быть на изреженном посеве больше она в этом случае получается меньше действительно так получается она будет меньше потому что на оптимальном посеве эта масса тысячи может быть также невысокой вот именно по по прошлому году допустим если на 26 килограмм от масса тысячи было 35 на 3 миллионах это 37 то допустим на 4 на 5 это может быть 38 40 грамм а причина здесь в чем здесь в какой-то период просто не хватило там осадков питание не хватило но на то чтобы сформировать вот эти зерна которые у нас в колоске центральные и так далее питание хватило а на все остальные не хватило я имею ввиду при густом посеве они даже может быть и не были сформированы их не было а допустим на участке где было 26 килограмм где 650 тысяч там как раз эти зерна были их было очень много то есть более 60 зерен в колосе и получилось так что вот как раз растение корневой массой своей до питанием не смогла прокормить эти зерна сформировать урожай более чтобы зерна были выполнены красивые то есть вот такой вот обратный эффект получился поэтому оптимальная норма допустим по восемнадцатому году по яровой пшеницы было в пределах трех трех с половиной миллионов вот по этой причине потому что не хватило питание не хватило может быть если было благоприятная погода возможно бы как может быть что-то нивелировалась а вот такие вот эффекты были то есть вот так вот так вот я вам рассказал вот таких вот моментах по по норме высева надеюсь что-то понятно возможно что-то упустил возможно немножечко мысли ушел в сторону но ничего страшного всегда можем вернуться к этой теме и продолжить это всего лишь такие вот мысли вслух всего хорошего успехов буду почаще такие видео укладывать они мне на самом деле очень полезны